Стакан в руки взять, чтобы так... Да подожди, какой стакан-то? Привет! Здравствуйте! Здравствуйте! Конечно, когда не экспромтом, уже попросила человека очень... В гости люди к нам заехали. Подожди, мы приехали, вот, заехали. Ехали мимоходом, заехали в гости. К лучшим друзьям в Калифорнике. Да, кто говорил, мои друзья приехали. Мои? Я, я говорил, вот он, вот он. Мы приехали в гости. К нашим друзьям. К гости приехали, стол накрыли. Здесь такой шикарный стол. К отцу Евгению и к моей маме, любимейшей Ларисе. Здесь вот мама Женина выпекает сама хлеб. Абсолютно натурально. Он вообще, попробуй, вот, просто надкуси его. Смотри, Лариса выпекает хлеб черный. Ты его надкуси, попробуй сейчас. А, слушай, он реально как черный хлеб. Так, ты попробуй его на камеру. Это я как лавчера. Я когда попробовал, я вообще даже не понял, где я оказался. Он как наш столичный черный хлеб. Это вообще, это даже, причем, домашний. Он настоящий хлеб. В Калифорнии, представляете ли? Как у сам. Здесь есть капустка соленая. Этот мальчишка уже вот все уже с перцем накушал. А вот она и ясно, новенькие телеки. Смотрите, какой хлеб. Вот, настоящая хлеб. Ребята, вы посмотрите, какая вкусняшка тут зоня. Смотрите, ну, пускай руками будут трогать, но бог с ним, ладно. Смотрите, как он даже открывается. Капустка соленая. Вау. Котлетки рыбные. Рыбные котлеты. Рыбные котлеты. Мексиканская рыба. Огурочки соленые. То есть это сами поймали рыбу? Да, сами поймали. Это было в Лидовокеане? Да, в Мексику. Вот ребята ездят на Мексику. Это красная окуня сделана рыба. Смотрите, вот так вот едят в Мексику на рыбу. Чуть человек был виден еще. А где человек? Вот, да. Смотри, человек. Это кто человек-то? И размеры сколько? Размеры человека и рыбы для сравнения. Ну, вот смотрите, ребята, это красный окунь океанический, да? Килограмм, наверное, 150. Океанический. Он не косметрой. Ну, 100. Нет, 100 будет по-любому. Смотри, какая. И вот котлетки из него. Ну, хорошо, 50 килограмм. Садитесь. Да, это Кадиллак, смотрите. Какие прикольные эти самые наряды у Венчин. Привет, ребят. Понравилось нам ездить в Костка. Тут ребята еще показали нам два варианта супа. В общем, суп хотим купить с собой, потому что завтра мы уезжаем в Вегас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы сейчас съехали с основной трассы. Находимся где-то в районе Барстол. Ловим возможность запустить дрона, потому что здесь не везде можно это делать. И там, где есть места, конечно же, не хочется это пропускать. А свернули на вот эту территорию. Здесь ребята ездят на каких-то спортивных машинах, на каких-то супер здоровых машинах, у которых подняты колеса. Вот они как раз мимо едут, эти все ребята. Целые-целые гвардии поехали быстренько так. Раз-раз-раз. Смотрите, какие эти внедорожники. И здесь они гоняются так вообще. Будь здоровчик. Тут у них целая площадка, судя по всему, где можно погоняться. На мотоциклах маленьких, потом на огромных спортивных машинах, потом на внедорожниках с большими вот этими передними колесами. Короче, дрон готов к полету. Сейчас я покажу вам его. Не знаю, что сейчас получится из нашей идеи. Короче, дрон перед нами. Вот он, вот здесь перед нами. Мы хотим, чтобы он сверху машину поснимал. Эксперимент удастся? Так, ну, давай. Погнали. Ну что, посмотрим на пейзаж с высоты. Сами мы подняться не можем, потому что нужен какой-то частный самолет. А так, с дроны видно все. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Итак, небольшая пауза, остановка в пустыне Мохаве. Не советую вам здесь и себе тоже остаться одному, потому что здесь много опасностей вас будет поджидать, начиная от гремучих змей, скорпионов и всякой такой всячины. Вот, сухая, абсолютно сухая земля, камни, песок, милиции и никого, ни души. Вот, жаркое палящее солнце. Ой, я даже мухи боюсь, которые мимо пролетают. Вот как-то так, ребятки. Один раз мы здесь останавливались в самую жару, в самое пекло. В июне было вообще больше 36 градусов. Ну, это, конечно, жесть. На минутку я подумала, вот что будет, если закроется машина, у тебя не останется глотка воды. Ну, всё, здесь можно просто погибнуть в этом кошмаре. Со стороны, да, загадочно, красиво. Долго находиться здесь невозможно. Вот я даже пока вам снимаю этот маленький кусочек, у меня начинает гореть лицо. Пора ехать дальше, Вегас ждёт. Здесь так жарко. Да вы только посмотрите, какой он чистый. Кстати, отдельная тема дальнобойщики в Америке. Дальнобойщик – это всё-таки профессионал своего дела, который обязан ездить строго по правилам. А вы сами понимаете, что не превышая скорость, ехать приходится им очень долго до места назначения. Кстати, в Калифорнии скоростной лимит для траков ограничен в 55 миль в час. Значит, а что касается Калифорнии. Вот мы сейчас едем в Лас-Вегас, а впереди горные перевалы. Подъём, спуск, подъём, спуск. Вот и будут они тащиться там до своей, допустим, Аризоны или куда-то ещё дальше. Медленно и нудно. Дальнобойщики собираются в такие большие команды, компании и поздним вечером или ночью едут с превышением скоростного лимита. Если встречается полиция, то в любом случае она останавливает или первого, или последнего в этой колонне грузовиков. Вот непередаваемое, говорят матёрые уже водители, непередаваемое ощущение, потому что колонны часто собираются по 20-30 и больше грузовиков, которые летят со всей мощью. Это ночью или поздно, но, скорее всего, ночью. Хотя, не знаю, мы ночью ездили по Калифорнии и такого ещё не видели. Сейчас мы подъезжаем к такому месту, где сконцентрированы и аутлеты, и гостиницы, и кафе, и ресторанчики, и даже здесь вот чуть дальше будут американские горки. Поэтому, кому не втерпёшь потратить свои деньги, то можно свернуть и сюда. Вот справа гостиница и парк развлечений с горками.